Он занимался заказчиками, которые толпой против выбивания показаний в детственных изоляторах и в фирмах. То есть у нас огромное количество людей в ходе уголовного судопроизводства получается так, что они осуждены на основании показаний людей, которые сами пробивают в местах заключения, в любых пыток и прочих подобных действий. В итоге, чем закончилась на настоящий момент его судьба? Он сам стал заключенным на основании показаний людей, которые сидят в заключении. То есть сам пострадал от того, с чем боролся. И также есть еще десятки других людей. И сегодня мы будем собирать деньги, вот есть такая коробочка есть, фонд помощи политзаключенных, этот фонд, соответственно, союз Солидан, политзаключенную. И они будут решать, кому именно их отказать. Дело в том, что по поводу дела Махнадкина, на московском МИКе подали, в принципе, достаточный средств для искусства какой-то работы, для работы адвокатов и помощи его семье в настоящий момент. А эти деньги нужны много кому еще, много семей сейчас страдают без своих близких. Вот, поэтому, кто может помочь чем-то финансово поддерживающим политзаключенным, вот здесь есть кукушечка. Так, дальше, что у нас дальше? А, дальше у нас Николай Вопутов, фонд «Солиданство» и «Гражданство Солидарность». Спасибо большое, дорогие друзья. Я очень коротко хочу сказать две вещи, и обе в качестве критики нас, собравшись здесь. На мой взгляд, мы проявили в данном случае крайне низкую гражданскую солидарность. В той ситуации, когда прекрасная газета «Мой район» объявила о виртуальном митинге, нужно было не так много, но поднатужиться и сделать фотографию, и отправить ее в газету «Мой район», явно не все присутствующие здесь сделали это, и явно не все присутствующие здесь побудили своих друзей делать то же самое. Но, на мой взгляд, это большой минус. Вот, например, где я работаю в Билоне, и в Яблоке мы фотографировали, что бюро Барси Яблока, и коллекцию Билона сделали это правильнее. И поэтому, когда появляется не очень много фотографий, даже власть видит, что, видимо, это не очень волнует общество. А вторая критическая оценка ситуации, что мы проявили достаточной гражданской ответственности. Ну, мы здесь, я говорю, широко, потому что, как организаторы подобных мероприятий, мы должны всегда поставить перед собой два вопроса. Хорошо, что придем мы и позовем людей, но очень важно поставить перед собой вопрос, что мы ответственны за тех людей, которых мы туда позвали. И в данной ситуации оказалось, что Махмаркин не имел должной адвокатской защиты, благодаря чему он оказался данным в связи с адвокатом. Поэтому, на мой взгляд, мы, как гражданские активисты, должны приедать и думать не только о том, что провести какую-то акцию, которая будет замечена обществом от средствами массовой информации, но и думать о том, что те люди, которые приходят на эту акцию, должны иметь, в случае каких-то катаклизмов, защиту и поддержку. Как, например, я бы сделал на очередном матче несогласных, когда мы раздали инструкции относительно того, как нужно одеваться для того, чтобы сенамить их, потому что возможно возникнуть проблемы с милицией. Поэтому давайте будем более гражданскими активными, вспомним мы в адресах своих друзей и направим информацию о отключившемся, и будем более ответственны к тем гражданам, которых мы приглашаем на наши мероприятия. Спасибо. Итак, Андрей Килованов, Российский народный демокатический союз. Добрый день. Знаете, вот я послушал выступление, я могу быть более кратким, но, как у вас вместе ответили, ответили на ответственность. То есть, мы просто говорим, что с таким гражданом выгодите, что вас ждет. То, что делали с ним, это беспрецедентно и незаконно и просто матчатно. Давайте поговорим про другое, про ответственность. И теперь подвиньте на то, что он задержан. В соответствии не только на то, что он задержан и посадил в дюрьму, а в частности задержан за все многие задержания, которые хотели как в Петербурге, так и в Москве. Как все команды были солярым на задержание, кто не согласовывал мероприятия. Мне кажется, в первую очередь, вот эти люди, эти люди должны сидеть на моменте. Эти люди должны получать реальные сутки сроки. Не некоторые сискания, а некоторые даже поощрения. Особенно реальные наказания не должны сопровождаться с колониями. У нас есть люди ответственны за все беспорядки и те мероприятия, которые происходят. Когда простые люди, зачастую, можно сказать, не связаны с профессиональной организацией, с учительной организацией. Приходят на мероприятиях, они просто просто для интереса. И, понятно, глубинчиков инстанеров, которые, в общем-то, только пришли. И, там, горячих стрельщиков, которые готовились к борьбе с бандитами и террористами. И, когда вот этих обычных людей толкают на фактически... Создают их ситуации, в которых они впадают под пресс милицейский, мне кажется, невозможно. Я бы, в первую очередь, хотел бы, чтобы вот, после таких вот наших митингов собраний, после виртуальных приглашенных митингов, которые проходят в интернете, после сбора под виртуальных. В первую очередь, мы обратили внимание на ответственность людей. И вот те люди, которые давали команды на сдержание, команды на разгоне митингов и согласованных мероприятиях. И, конечно, в первую очередь, они должны оказаться на месте Сергея Маркановича. Спасибо. Теперь один из репризаторов нашего митинга, и тот Валерский. Здравствуйте, дорогие граждане. Ну, я, естественно, солидарен с тем, кто здесь выступал уже по поводу случая с Макнаткиным. Этот случай совершенно дикий, вопиющий, и, конечно, нужно что-то тут делать. Я не специалист в этом, но если бы нас было, например, не сотни, не сотни, как здесь я вот вижу, а раз сто больше, то, возможно, кое-кто наверху забеспокоится, и с Макнаткиным поступили бы более по совести, и эта кассация оказалась бы выгранной. Но, боюсь, что вот это не случится. Я хочу обратить ваше внимание на несовершенную ответственность этого дела. Я буду сейчас пока смотреть. Мы уже ответили о том, что на суде судья заявил, что те, кто свидетельствовал пользу Макнаткина, то есть те, кто тоже, как вас знает, и вместе с ними видел, как его избивали, они не заслуживают быть свидетелями, потому что они все заодно. Это совершенно никуда не есть никакие ворота. Вот такое заключение. И нужно обратить внимание на речность этой судьи. Это судья по фамилии Ковалевская. Мне кажется, нужно, чтобы о ней мы больше знали, и чтобы она тоже знала о том, что люди о ней знают, потому что столисть все-таки, может быть, в ней когда-нибудь проснется по этому поводу. Я не уверен в этом, но, тем не менее, нужно как можно больше информации иметь и о суде, и о тех, кто принимал эти совершенно дикие решения о двух с половиной годах судьбы или заключения Макнаткина. Как это сделать, я не знаю, но я думаю, что он попробует, каким-то образом, эту информацию о этих людях, и о судье, в первую очередь, получить и обнародовать. Это все, что я хотел сказать. Итак, теперь нам нужно что-то подумать по поводу того, что же мы будем делать дальше. Какие действия мы могли бы еще предпринять для того, чтобы как-то помочь нашему служению Макнаткину? Ну, деньги на адвокатов мы собрали. Ну, митинг провели, но надо что-то делать еще. Значит, вопрос был по поводу адвокатов. Николай Адвокатов. Сейчас у него уже достаточно сильный адвокат из организации общественный вердикт, поэтому просто это человек не чисто публичный, но сейчас в пути адвокатской поддержки все нормально. И мне кажется, что, вот, как говорил уже Макс Иван, только как я говорила, нужно стартовать всего-то общественное попание, да, писать, соответственно, письма, подписываясь эти письма, рассылать по-разному от лица. Вот просто тут задавали вопрос, почему мы не собираем подписи. Да, на самом деле подписная компания в интернете – это одно, но если просто нам сейчас надо будет сделать такие, как бы, что-то делать.